Ещё не привык к этой сэф, но по крайней мере нас не убили во сне. Здравствуйте, товарищи! Продолжаем проходить сюжетку новой Call of Duty Black Ops 6. В общем, как вы уже поняли, первая серия была скорее экспериментальная, уже на монтаже. Я понял то, что, да, исходя из очень ленивой озвучки всех, кроме Рассела Адлера, мне придётся здесь озвучивать всё самостоятельно, поэтому, надеюсь, вы будете не против. Пожалуйста, зовите меня Феликс. И мы здесь все друзья. Да, конечно. Рассел Адлер на секретном объекте в Вашингтоне. Округ Колумбия. Он под землёй. Был введён в эксплуатацию почти три года назад. Секретный объект округа Колумбия? Есть часть чертежи. Он расположен под Капитал Стейшн. Полагаю, вы об этом уже знаете. Ясно. Ну, там есть небольшое крыло строгого режима. Именно там вы найдёте свой приз. Нам нужен план. Ты в деле, верно? Иначе меня бы здесь не было. Принимаю. Ньюман. Феликс. Нужен способ проникнуть на этот секретный объект. Я всё ещё изучаю уязвимости. Отлично. Да и знаете, если что-то найдёшь, хорошо? Ну что, друзья, как говорится, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Я думаю, мы завершим эту сюжетку за парочку дней. И вот у нас Фрэнк Вудс наслаждается этим прекрасным видом. Точно так же и вы можете насладиться и вместе с Фрэнком Вудсом. Если знаете, где подешевле можно купить эту часть серии, проблему с пополнением и покупкой игр, тогда тебе на сайт GGSell. Здесь можно легко пополнить Steam кошелёк с рекордно низкой комиссией в 5%. Это лучшее предложение на всём рынке. Всё происходит быстро и удобно, а главное — безопасно. А попасть на такое пополнение можно только по ссылке в описании. Также на сайте можно купить абсолютно любую игру, гораздо дешевле, чем в официальных магазинах. Важно прочитать описание товара и отзывы продавца. Имейте в виду, что можно купить игры, даже недоступные на территории РФ. Да и не играми сыты! Подписки на сервисы, программы и даже нейронки. По любым вопросам можно обратиться в поддержку, а средства уходят продавцу лишь после полной вашей проверки. Залетай на сайт GGSell по ссылочке в описании и побалуй себя новыми покупками. Хорошая работа в Авалоне, Кейс. Всё? Вариативностью здесь не пахнет. Это не длиннющие сюжетные перипетии, которые были в Call of Duty Black Ops Cold War. Что ж, друзья, пошлите чекнем следующее задание. Так, у нас вот есть какая-то карта даже, доска приобретений. Любые деньги, найденные в ходе операций, можно тратить на строительство трёх новых станций. Каждая из них открывает доступ к перкам исполнителя, повышающим эффективность на поле боя. Так, у нас есть полигон, мастерская и верстак. Верстак это повышение точности оружия, мастерская это модификация снаряжения команды, и полигон это у нас с вами улучшение физической формы. Давайте, наверное, я пока что вложусь в полигон. Угу, отлично. Ну, собственно, да, небольшая отстройка никому не повредит. Интересная функция, только вот мне интересно. А как, допустим, грейдить штаб, когда я пройду сюжетку полностью? То есть, дадут ли мне сюда вернуться, и как в следующий раз будет проходить именно накопление денег? Вот это вопрос и правда интересный. Готово. Проверьте полигон теперь задания. Это мы сделаем немного потом. Так, теперь давайте мастерскуем. Угу, можно сразу взять три улучшения, да, в ряд, чтобы на каждом из них у нас была определенная особенность. И, конечно же, штаб у нас по итогу будет дорабатываться. Замечательно. Ну и, конечно же, холодильник с пивком для Фрэнка Вуца. Ля, у него там залысина. Жесть, конечно, мужик. Мужик оскуфил. Во времена БО-2 он таким не был. Прошло всего лишь пара лет. Так, и, конечно же, верстак забираем. Деньги мы с вами со второй миссией на это дело потратили. Что ж, теперь, я думаю, самое время посмотреть, что нам дальше делать по сюжету. Патрончики. Замечательно. Слушайте, с графикой не знаю, что за приколы. Я специально обновлял драйвера, поставил ультра. Проверил, что это ультра. Но у меня есть ощущение, что как будто местами этой колдии немного плохо. Ладно, все равно будем ждать патчи. Итак, ну что ж, давайте чекать. Следующая операция, цель номер один. Благодаря Феликсу мы узнали, что Ливингстон держит Адлера на секретном объекте под Вашингтоном. Разумеется, о таких местах не пишут в путеводителях. Черт, мы сами его сдали, а теперь нам придется идти его вытаскивать. Но если нужно вытаскивать, значит он нам нужен, поэтому давайте сделаем это. В ответвлении туннельной системы округа Колумбия находится секретный объект, который согласно схемам, которые я кое-где позаимствовал, имеет вход прямо под Кэпитал Стейшн. В общем, Адлера обороняют очень хорошо, но у нас нет доступа даже туда. Секретный объект, в котором находится Адлер, защищен сканером сетчатки. Туда у нас нет доступа. По крайней мере сейчас. В эту субботу вечером на Кэпитал Стейшн проходит политическое мероприятие. Мы заберем Адлера из секретного объекта, прежде чем кто-либо узнает, что произошло. Звучит довольно просто, не так ли? Но да. Скорее всего, это будет миссия Most Wanted, которую нам презентовали как самую первую, именно такую официальную. Да, это она. Цель номер один. Кейс. 91-й год. Да, эту миссию мы с вами видели в демонстрационных роликах, которые показывали уже заранее. И здесь есть, по-моему, три способа прохождения. Камера работает? Иногда я удивляю даже себя. Будем надеяться, что Сэф и Кейс смогут сделать снимок сетчатки. Вы намного идете, чтобы спасти этого Адлера? И не говори. Отлично. Картинка есть, Кейс. Звук отличный. Дело за тобой. Теперь ты в моем мире, Кейс. Или лучше сказать, Джесс Берк. Фото-журналист газеты Washington Telegraph. Не поднимай шума. Ты без проблем пройдешь через охрану. Сори, можно нейтрализацией сразу заняться. Это, кстати, один из способов прохождения. То есть, по-моему, их тут будет три, если я правильно помню. Но один из них, это, видимо, просто зайти и зарашить все, что здесь можно. Итак, сенатор Клинтон, как говорится. Замечательно. Так, здесь у нас, значит, куча людей. Пожалуйста, проходите дальше. Угу. Спасибо, мужик. От души тебя. Привет. Показать пропуск. Ну, собственно, да. Миссия, где в самом низу мы столкнемся с кучей всякого дерьма. Я думаю, вы это понимаете. Итак, друзья. Третья миссия из одиннадцати. Привет. Не знаю, почему ты здесь, но тебе стоит быть очень и очень осторожным. Лэнгли собрали команду, чтобы выследить вас троих, и агенты сегодня могут быть здесь. Если тебя заметят, забудь об отстранении. Ливингстон буквально похоронит вас заживо. Слушай, я бы с тобой поспорил. Была рада с тобой повидаться. Придерживайся планы и найди Сеф. А вот и ты. Присоединяйся ко мне за столиком. Давай, погнали. Ну как, внешний соответствует? Словно очередная трофейная жена. Сенатор сейчас на сцене. Используй камеру, чтобы получше все разглядеть. Конечно же. Шпионский боевик, дамы и господа. Итак, вот наш сенатор, собственно. Делаем снимок. Можно, наверное, поближе, да? Да, давай немного. Видишь человека, разговаривающего с губернатором Клинтоном? Поздоровайся с сенатором Маккеной. Угу. Ну, можно еще фоточку сделать, пожалуй. Кстати, слева мужик хорошо получился на ней. Ну и еще фоточку сделаем. Отлично. Сенатор сегодня не будет давать интервью. И он никуда не ходит без своей охраны. Так что легкого пути у нас не будет. Возьми. Карта приема. Сеф отметила несколько способов получить снимок сетчатки глаза сенатора. Воспользуйтесь картой приема, чтобы изучить каждый вариант. Информация будет дополняться по мере получения сведений. Миссия с нелинейностью. Я провела разведку. Отметила несколько зацепок, которые могут тебе помочь, чтобы сделать снимки сетчатки. Так, карта у нас интерактивная, да? То есть, где я буду в данный момент, она будет в реальном времени меня также отражать. Окей. Тайный роман, задание. Таинственный человек, задание. Максимальная ставка. Так, возьмите цель на карте и начать ее отслеживать. Ну, давайте, не знаю, тайный роман попробуем. Почему бы и нет? Окей, отметили, можно вставать. Если есть вопросы, самое время их задать. Я расскажу, что смогу. Давай, вот тайный роман. Что за история? У сенатора Маккенны, похоже, проблемы на семейном фронте. Поругался с женой, когда приехал сюда. Много улыбок сквозь сжатые зубы. Она убежала и с тех пор с ним не разговаривала. Пытается утопить свои проблемы в баре. Может быть, стоит ее сочувственно выслушать? Хм, спасибо. Ну, раз три варианта. Возможно, кстати, вот это как раз-таки три варианта, да? То есть, именно по какому пойдешь ты, это вопрос хороший. Так, с помощью камеры можно отмечать цели. Получите снимок с сетчатки глаза сенатора Маккенны. Так, отмечать мы, значит, можем их всех, да? Окей, только вот, не знаю, пригодится ли мне это в главном зале, но, пожалуй, нет. Ладно, пойдемте пока что немного осмотримся. Итак, в баре, да, у нас эта женщина? Угу, здравствуйте. Повторите, пожалуйста. О, журналист. Разве вам не говорили, что мы с мужем не даем интервью и не делаем фотографии? Но выглядите вы превосходно. Позволите снять вас вдвоем? Я своему мужу не охранник и не секретарша. Я его жена. Даже если это часто выходит у него из головы. Только между нами. Мне кажется, между вами и сенатором есть какое-то напряжение. Между нами... Какая нелепость, дорогой мой. Чем точ... чем? Точнее, кем занимается мой муж? Ни для кого не секрет. Если вам нужен сенатор, идите по следу и завоз слюней, пока не доберетесь до смазливой девчонки, вдвое моложе его. Загляните в аукционный зал. Там я в последний раз видела его помощницу. Помощница могла бы стать нашим билетом на фотосессию с Маккеной. Ее зовут Анн Йоханссон. Не в моем вкусе, но, как говорится, она нужна для определенного задания. Поэтому выбирать не будем, как говорится. Кейс! Сюда! Куда? Что? Я... Подожди. Пришло время использовать микрофон в камере. Делай вид, что фотографируешь. Вон там. Это помощница сенатора. Похоже, что у нее у ютубистовного друга очень серьезный разговор. Так. Ну, в общем, они пока говорят о вознаграждении. Мы получим его деньги. Я говорю, что если мы просто дождемся выборов, то сможем выжать из него гораздо больше. А я говорю, что его жена знает обо мне. Он собирается положить этому конец сегодня вечером. Мы упускаем большой куш. Слушай. Если мы расскажем ему о кассете сегодня вечером, он запаникует. Заплатит сколько угодно. Но если мы не сделаем ход сейчас, то не получим ничего. Просто поверь мне. Вот. Возьми билет с парковки. Забери кассету из машины. Ладно. Заберу через несколько минут. Шантаж сенатора с помощью... 18 плюс видео. Классика. Что ж, это позволит нам серьезно надавить на Маккеном. Стащи его парковочный билет, получи ключи от машины, а затем забери эту запись. Иди. Я буду присматривать за этой девочкой. Так. Ну что. Видимо, я выбрал один из самых интересных, да, вариантов? Ну, типа, можно было бы воспользоваться залом конкретным. Можно было бы просто из-под тяжка и через кучу крюков это сделать. Но мы легких путей не ищем. Как только заберешь билет, отнеси его парковщику. Там написано было. Так. Здравствуй. Мне бы как-то заставить тебя развернуться, конечно. Но... Можно просто сделать вот так. А подождите. Запретное действие. Так. Спокойно. Спокойно. Извиняюсь. Извиняюсь. Больше так не буду делать. Прости, мужик. Окей, он ушел. Так. Быстренько. Надеюсь, получится. Давай. Запретное действие. Еще немного. И... Есть контакт. Хорошо. Карта обновлена. Так. Пошлите к парковщику. Ну, такой, знаете, вяленький, конечно, стелс. Но, тем не менее. Мне этот вариант все-таки показался действительно самым интересным. Так. Поехали. Я не ухожу, мужик. Подожди пока. Так. Здравствуйте, мистер. Валет. Билет. Мне надо кое-что изобрать из машины. Сегодня холодная ночь. Не стоит оставаться снаружи слишком долго. Держите, сэр. Теперь нужно найти ту самую машину. М-м-м. А вот это уже будет посложнее, да? Или нет? Если на ключах есть брелок, можно попробовать посигналить. М-м-м. М-м. Есть такое. Она моментально пометилась, хотя ее видно было, естественно, среди всех остальных. Так. Давайте забираем. И далее нам нужна пленочка. Или... А, пленочка здесь будет. Окей. Я думал, может, она там в каком-то сейфе будет. Эй! Какого хрена ты тут делаешь с моей машиной? Эй! Офицеры ЦРУ направляются в твою сторону. Веди себя тихо. Отнеси кассету жене сенатора. Надеюсь, их не придется убалтывать, потому что в противном случае будет плохо. Удачи со снимком сетчатки. Пойду сменю образ. Да, интересно. Эй, ребят, сразу говорю... Напомню, вернее, то, что в разборе вариативности мы с вами проверим все варианты. Поэтому, как я говорил, подписывайтесь, ребята, не пожалеете. Мы с вами облазим эту Call of Duty, насколько будет возможно. Кстати, почему от ЦРУшников скрываемся? Потому что они знают в лицо нашего главного героя кейса. Но, как обычно, да, они не заметили, когда мы все прибыли сюда. Ладно, по классике. Короче, да, два других способа вы найдете в разборе вариативности. Плейлист подсказки вверху справа на экране. После полного прохождения залетайте. Хорошо. Давайте дальше. Поговорим снова... Так, с девочкой, да, вот это надо теперь... А нет, с женой, с женой. Да, кассету-то мы забрали. Все, я уже путаюсь, извиняюсь. Держите. Опять вы... Ну, что на этот раз? Йоханссон хочет шантажировать вашего мужа. У меня есть ее видеозапись. Да неужели? И вы делаете все это исключительно под братье душевной? Так, что же вы хотите взамен? Я просто хочу сделать фото. И это действительно все, что вам нужно? Дайте мне пару минут. Не могли бы вы занять мисс Йоханссон, пока я не вернусь? Простите. Вообще никаких проблем абсолютно нет, так что не парьтесь. Так, сорян, баб. И, собственно, да, она здесь должна быть на месте, за ней должна приглядывать наша напарница, но, видимо, она пошла переодеваться надолго. Что такое? Сегодня сенатор не будет общаться с прессой. И сейчас... У меня выходной. Так что идите и портите вечер кому-нибудь другому. Кажется, у вас есть какое-то влияние на Маккену. Если попытка продвинуться по карьерной лестнице преступления, считайте меня виновной. Шантаж — это преступление. Уголовное. Что бы вы ни думали, вы ошибаетесь. Вы ничего не докажете. А если попытаетесь, если скажете еще хоть слово, я вас засужу. Я очень сомневаюсь, что вы желаете придать делу юридический характер госпожам Маккена. Мириам, пожалуйста. На самом деле, я не собиралась опубликовывать это видео. Это был обычный развод, чтобы подзаработать. Ничего личного. В политике все личное. Вы и правда думаете, что я не знаю, что происходит в моей семье? Я знаю, как это выглядит, но клянусь. Я не испытываю ничего, кроме уважения к вам и вашему мужу. Мой муж, дай бог ему здоровья, идиот. Но он получает голоса. Это делает его полезным идиотом. Вы с другой стороны. Что это? Мириам, пожалуйста. Не надо. Чего не надо, дорогая? Джейсон, я думаю, что мисс Йоханссон слишком много выпила. Проводите ее. Что касается вас. Сделка есть сделка. Эм, а... Ей пять надо дать? Ха-ха. Окей. Давай. А, ну, ладно, он кассету отдал. Я бы ей чисто пятерочку дал. В чем дело? Я в очередной раз подчищаю твое дерьмо. Как обычно. К сожалению, тебе нужен новый помощник. Может быть, на этот раз симпатичный молодой человек? Я бы и сам разобрался. Я пообещал репортеру фотографию. Будь так добр. Снимай очки, братан. Мне нужна твоя сетчатка. Так. Улыбочку. Увеличь масштаб. Отлично. Вот и все. Иди. Спасибо за ваше журналистское усердие. Приятного вечера. И не стесняйтесь записывать напитки насчет моего мужа. Спасибо, мисс. Так, ну что ж, снимок хороший. Отличная работа, Кейс. Поднимаемся на крышу. Так мы доберемся до Адлера. Хорошечно. Я отметила лестницу на крышу на твоей карте. Посмотри. Техническое помещение на крыше имеет доступ к скрытой шахте лифта. Она приведет тебя к секретному объекту. Так, это хорошо. Фу, мне уже не терпится потом двумя другими способами пройти это задание. Но надо сначала потерпеть. Так, доступ на крышу. А вот вопрос. А вот у меня тут охранник на пути. Он меня может пустить или нет? Мужик, умоляю. Нет. Окей, придется найти, видимо, другой способ обхода. Так, здесь тоже охранник. Здесь охранник. Ё-моё. Ох, сколько у вас тут охраны. Слушайте, мужики, вас бы как-нибудь отвлечь, если честно. А прыгать? Можно? Прыгать нельзя. Представляешь? Простите, сэр. Это зона только для уполномоченного персонала. Так, а если, допустим, я проследую вот за этим охранником в ту зону? Ага, он у нас не останавливается. Да, именно внутри. То есть он сторожит исключительно данный коридор. Можно я сюда войду? Запретная зона. Отлично. Не знаешь, куда идти? Ищи магазин в юго-западном углу главного зала. Позади него есть путь на крышу. Слушай, я бы с радостью... Да вот есть одна небольшая проблемка. А, все, проблемы нет. Сейчас просто подождем, пока этот охранник свалит, и пройдем. По-моему, здесь есть ачивка незаметно убить пятерых охранников. Вот именно вот в этой секции. То есть пока у нас идет основное задание, скажем так. До момента, когда мы Адлером, собственно, займемся. Но, как говорится, пока что не до этого. Просто держу вас в курсе, скажем так. Так, можно поисследовать всякие сортиры. Хотя я не уверен. Но, короче, бабки могут тут валяться в любом месте. Мужик какой-то на камерах здесь может быть по-любому, да? Но я смотрю... Нет, даже кассу нельзя обчистить. Смотри. Триарки просто зажопили нам целую часть контента. Ладно, гонокрышу тогда. Дверь открыть, кстати, тоже нельзя. Несколько охранников на крыше. Просто делаю свою работу. Избегай их. Мы с Маршалом встретим тебя в техническом помещении. Хорошо. Видимо, я... Как только будешь на крыше, ищи стационарную лестницу. Вот этого, кстати, я не помню. Именно в демонстрационном геймплее. Вот этой миссии, да? Это уже именно тот кусок, который от нас скрыли, скажем так. И выглядит он довольно интересно. Давайте будем честны. Мне кажется, вот эта миссия Most Wanted, она, наверное, одна из самых интересных будет в компании. Опять же, из-за нелинейности и так далее. Не попадайся им на глаза. Угу. И начинаем про Монро. Монро у вас по сюжету уже давно умерла, если вы именно про ту самую Монро говорите. Так, отлично. Можно попробовать взять с них оружие, но я не уверен, не настучат ли мне после этого по голове. Так, давай камеру настраиваем. Отметим. Ага, есть, есть. В принципе, можно будет попробовать устранить. Еще вот этот. Ага. Кстати, прикольный искусственный интеллект, он же меня реально не видит. Какой кошмар. Так, ладно. Но, видимо, этот чувак у нас не повернется, да? Никак. Поэтому мы его можем спокойно устранить. Нейтрализовать. Оружие пока брать не будем. Ну, давайте, да, налегке пойдем. Учитывая, что задание пока идет хорошо у нас. И спешить некуда. Адлер никуда не денется. Так, сначала убиваем дальнего. Вернее, нейтрализовываем. Не высовывайся, оставайся в тени. Ничего страшного. Мы пока что на чили на полном. Так, пятый охранник. Он может спалить, он может ведь спалить. Если сейчас закончится Максимом Красным. Ладно, неважно. Добиваем вот этого. Ну, давай, 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 давай. Кейс, что ж так долго-то? И последний. Кстати, может быть, сейчас и получим достижение. Если я все сделал корректно, скажем так. И добиваем. Есть. Хорошо. Можно было бы, наверное, пройти, но ладно. Нет, не дали ничего. Мы почти у цели. Хотя я, кстати, пятерых нейтрализовал. Внутри машинного помещения ты увидишь настенный люк. Это шахта лифта. Там, видимо, стелс-секция у нас пойдет уже по одному месту на букву П. Хорошо. Поднимите руки. Медленно. Тут 10-14 в Айр-1. Прошу подкрепления. 10-4. Просто сохраняй спокойствие, никто не пострадает. Какие-то проблемы? Я, сэр, я только что нашел. Вот это удар. Не собираюсь так рисковать. 10-23, подкрепление в пути. 10-22, разобрались. Принято. Сумка для тебя, Кейс. Переодевайся. Тросы, оружие и мы лезем в подвал, видимо. Вот это я понимаю. Айс-вал, ребята. Я посторожу, пока не получу новостей от вас. Как всегда. Ну, собственно, погнали. Развлекайтесь там внизу. Да, только не увлекайтесь, я бы сказал. Ну, здесь уже, да, демонстрационный геймплей, который мы с вами видели. Помни, чисто и тихо, чтобы никто не пострадал. Входим, берем Адлера и уходим. Адлер, Адлер. Наконец-то, хотя Адлера можно будет увидеть полноценно. Что по поводу вооружения? Да, в принципе, нормально. Адреналиновый стимулятор имеется. Давай его пока экипируем. И запускаем. Начинаем. Пути назад уже нет. Я так понимаю, сейчас стелс же все равно будет нарушен, да? Потому что мы заходим и, по сути, гасим всех, кто находится внутри. Может быть, царушники, конечно, уже догадались, что мы идем, но тем не менее. К сканеру, Кейс. Я изменил инфракрасное изображение, чтобы выделить капилляры в сетчатке глаза сенатора. Должно получиться достаточное разрешение. Вот дерьмо! Пожалуйста, помогите! Они напали на меня во время пересмены. Кто-то знал наши графики. И началась стрельба. Должно быть пантеон. Можем действовать громко и идти или тихо. Я в комнату охраны, посмотрю, с чем имеем дело. Если хочешь идти в открытую, я тебя прикрою. Слушай, да я вот думаю... А есть ли смысл вообще стелсить? Много заложников, много целей. Протяните в комнате слева. Этот глушитель должен пригодиться. Я смотрю, там очень много охранников, так что... Аккуратно и тихо. Так держать. Я не уверен, что у меня получится именно по-тихому все сделать. Но, так скажем, все, что в моих силах. Попробую максимально, насколько получится. Так, залог. Отлично. Я удивлен, что они это все не слышат. Плюсом, что этот... Избегал бы главной комнаты. То, что там пистолет, шлем целый пробивает, это, конечно, да, интересная задумка. Ладно. А я думал, мне придется все время быть... Ой-ой-ой. Погромко мог проходить это дело. Так. Так, здесь у нас еще один чувак сверху, оказывается, был. Он пошел на разведку. Ну, главная комната, я понимаю, там куча залогов, но они как будто часть казнят просто потому, что им так хочется. Но с другой стороны... С другой стороны мы можем вот так просто сделать. Угу. Так, большая комната. Давай сразу посмотрим, сколько там чуваков. Ну, с другой стороны мы можем, конечно, продолжать сверху чистить. Вижу двоих в комнате впереди. А, первая есть. Угу. Ты словно призрак. Продолжай. Спасибо. Может, это, кстати, была отсылка на Гоуста из линейки Modern Warfare. Ну, типа, знаешь, фраза ради фразы, но с другой стороны. Стой на месте, у тебя гости. Понял. Если они поднимутся сюда, то нормально. Подождите, он сказал гости? Почему во множественном числе? Так, взломать замок. Давай-давай-давай-давай-давай. Ищем-ищем-ищем. Хорошо. Открыли. Гражданский внутри. Не подвергай их опасности. Поэтому устранил чела буквально на виду из всех. Так. Здесь у нас куча гражданских. Ну, кто выжил, то хорошо. Главное, ребята, не орите, потому что... Да, если будете орать и визжать, вы поставите под угрозу всю нашу операцию. Денег мало. Ну, инфляция, все дела, да, 90-е годы, сами понимаете. Может, тогда 60 баксов было действительно чем-то. Так. И... Не знаю, он сказал... Куча всякого дерьма, блокирую дверь перед тобой. Найди обходной путь, отправляюсь к тебе. Когда окажешься на другой стороне, убери баррикаду и пропусти меня. Кодовый замок. О, закрыто. Кодовый замок. Введите цифры и нажмите кнопку снятия блокировки, чтобы проверить разные комбинации. Журнал дешифровки покажет, является ли цифра верной. Используйте их в другой позиции или не используйте вообще. Ультрафиолетовый фонарик поможет определить комбинации. Ой, мамочки. Это надолго. Давай ультрафиолетовый фонарик. Как его? Так, ПКМ. 1, 2. Получается... Стоп. 1, 2, 0. 1, 2, 0. Попробуй, говорит, комнату слева. Подожди, а если я неправильно введу комбинацию, то все разрушится? 0, 0, 1, 2. Нет? Окей, двойка была корректная. Неужели 21, 22? 2, типа... А, серьезно? 21, 22? Окей. Интересно, здесь, кстати, пароли вообще рандомятся или они все время будут одинаковыми? Ищи все, что может привести на другую сторону шахты, техобслуживания. Вентиляция, что угодно. Так, окей. Ну, я что-то пока тут вроде не особо вижу. Но, видимо, раз он сказал про вентиляцию, это именно то, что нужно будет, да? Погоди секундочку. А вот эта дверь, да, она пока закрыта. Вот эта тоже. Ну, видимо, да, раз нам дают такие советы, значит, все-таки нельзя здесь во флик. Так, здесь была, короче говоря, лестница. Я ее не сразу почему-то заметил, очень темно в комнате. И шторки, как говорится, открыты. Ладно, не суть важна. Пошлите пока дальше. Слушайте, ну, это довольно продолжительное задание. Испытание пройдено. Незаметно прокрадитесь на секретный объект в эпизоде цель номер 1. Я забыл вообще про испытания. Но, кстати, я его выполнил. То есть, получается, в трех миссиях подряд я все условия пока что выполняю, да? Но за это достижение определенного не дают. Наверное, я вас достал своими ачивками, да? Вы же знаете, что я в любом случае их потом буду убивать? Я вот вери кейс. Жду тебя. Подожди секундочку. Перед тем, как я начну, надо понять, где конкретно типы. Ага. Одного вижу, второго вижу, третьего вижу. Ну, тогда сделаем вот так. Угу. Вот так. Вот так. И вот так. И еще внизу у нас тип должен быть. Угу. Now it's on. Все. Теперь, наконец-то, у нас раш. Да, пошел? Отлично. Добиваем. Но, на самом деле, я бы не сказал, что это сейчас что-то было слишком ужасным, нарушить стелс именно в этом месте. Потому что, ну, сами понимаете, время-то пришло уже. Да, если, как говорится, стелсить все время, с ума ведь можно сойти. Да и тем более, основную часть задания мы выполнили. Там чисто четыре чела было. Можно было, кстати, наверное, этот стимулятор, короче, вколоть. Адреналиновый стимулятор. И дальше уже начать именно раскидывать их через стелс. Но, с другой стороны, а когда, если не сейчас пострелять-то? Мы же с вами за эти пару миссий толком-то вообще ведь не стреляли, согласитесь. Так, это маршал. И еще типы... Ооо, надо что-то с бронепластинами придумать, потому что у меня их уже явно здесь нет. Но я думаю, эту часть миссий, кстати, можно было и застрелсить. Мужик, я думал, ты умер давно. Хе-хе, что за бред вообще? Так, ладно, хорошо. Адлер, мы идем. Ля, смотрите. Узнали? Согласны? Вот такие вот дела. Так, и давай тогда вместо... А, у меня дробовик. Давай возьмем вот эту штуку. КСВ. Замечательно. Что, поехали, друг. Не знаю, есть ли смысл исследовать локации. Вообще, наверное, есть, но давайте пока что повременим, потому что я очень хочу вытащить Адлера. Черт возьми, ну и дверь. Адлер на другой стороне. Феликс, ты уверен, что если мы поджарим блок питания, то замки сломаются? Если схемы точны, то... Мда. Тогда давай посмотрим, справится ли твоя высокотехнологичная игрушка с этой задачей. Окей, выпускай бомбу на колесах, Кейс. Обвесил этот лоурайдер чем-нибудь еще. Я установил электрошокер. Не очень мощный, но достаточно сильный. Кстати, если кто не узнал, в Black Ops 2 была похожая миссия. Только там был Зиги. Это, короче, тараканчик в миссии Карма. Там нужно было по вентиляции ползать за него. Эх, золотые времена. Калавдите Black Ops 2, между прочим, 12 лет уже. Я как сейчас помню свое первое прохождение. Как давно это было? Окей, в этот раз я буду прям максимально стелсить, потому что челы палят почти все, что можно. А я забыл, что я могу протискиваться-то на самом деле в любую щель. А че я вообще парюсь, правильно? Блок питания находится на дальней стене справа от двери. Ищи красный свет. Подожди. Давайте делать все медленно, потому что если вы шокером стреляете, так или иначе, эти челы полностью агрятся на вас. А это не есть хорошо. Поэтому давайте сначала немного подождем. А потом уже, соответственно, пойдем в атаку, если других вариантов не будет. Красный свет вижу. Так. В машинке, кстати, тоже есть Omni Movement. Она может двигаться в абсолютно любую сторону. О, господи. Так, это плохо. Это плохо, между прочим. Давай, давай вот так просто сделаем. Ага. Еще бы немного испалили бы. Слушай, не уверен, получится ли сейчас выехать. Но я буду надеяться. Раз. И... Шокером. Да, надо выстрелить. Подорвать. Помоги мне. Ааа, нам вот этот кусочек сюжетки-то показывали. Вот где у нас нарушается стелс уже полноценно. То есть именно в этом моменте. Окей. Так, ловушка с транквилизатором, это понятно. Давайте открываем. И кто же у нас там будет? Спокойно, Адлер. Мы пришли помочь. Видимо, Водз получил сообщение. Старик говорит, что ты того стоишь. Надеюсь, он прав. Сэв, приз наш. Хорошо. Убирайтесь. Быстро. У вас гости наверху. Так, я вот думаю, есть смысл что-то обыскать. Ну, бабки можно взять. Да, бабки. Никогда не поздно забрать. Спасибо. Так, здесь еще бронепластины. Одну из них можно нацепить, пока есть время. Если какие-то деньги что-то пропустил, то сорян. Я думаю, что к убежищу мы с вами вернемся в отдельном ролике. Пантеон штурмует Капитал Стейшн. Они идут к вам. Шахта лифта. Единственный выход. Нас ждет помощник и транспорт для отхода. Что это? Подожди, давай сразу. Давай сразу. Так, подожди. Управляемый нож. Подожди. Раскидывает ловушки. Там дрон, что ли? Да, там дрон, походу, какой-то. Я удивлен, кстати, что когда героя поражают шоком, то он не может стрелять. Это очень странный момент, но тем не менее работает. Так, по минам надо выстрелить, да? Угу. Это, в принципе, по классике. Или это делал... Подожди, именно вот этот чувак? Возможно, это, кстати, и правда какой-то сапер слэш минер. О, господи ж ты, боже мой. Мужики, подождите. Подождите. Надо сначала со всеми вами разобраться. Так. И есть контакт. Что? Я никого не загасил? Серьезно? Еще раз? Ну, так уже получше, по-моему. Так, добиваем вот этого. Угу. И вот этого. Слушайте, ну, мужики, конечно, экипированы действительно. Действительно хорошо. Тут вопросов у меня абсолютно никаких нет. Но по поводу сложности не знаю. Напоминает, конечно, четвертую миссию с первого Блэк-Опса. По-моему, она называлась «Особое задание». Можете меня поправить. Вот там прорываться на ветеране было адским мучением. Я к тому, что на ветеране мне потом придется, ведь перепройти сюжетку. Наверное, стоит сделать отдельный ролик потом про сложность в этой кампании. Но я уже представляю, как эти коридоры будет сложно чистить из-за вот этих всех саперов. Окей. Так, добиваем. Этих мы тоже добиваем. И вроде как все. Можно с Айс Валом побегать. Айс Вал никогда не ошибка. Довольно имбалансное оружие было в МВ-19. Я помню... Подожди, в МВ-19 или... Я могу путать часть серии? Ладно. Если что, поправьте меня в комментариях опять же. Так. Ну и, соответственно, КСВ. Кстати, у них лазеры хорошие имеются. Давай еще что-нибудь возьмем. Типа С4 ножик. Да, если это шумовую возьмем, например. Кьюшка. И погнали. Ооо, там еще и снайпер. Потому что снайпер это плохо. Но, тем не менее, можно хотя бы занять полноценную позицию. Да? Давай сразу налево. Слева у нас был целый доступ открытый. Если расчистим хотя бы одну из сторон, будет уже здорово. Правильно? Я думаю, что правильно. Да, задание... Фух, мне кажется, в сюжете это будет действительно самое длинное задание. Держу вас в курсе. Но, тем не менее, оно того стоит. Наконец-то это, по крайней мере, сюжетно обоснованное задание со спасением Адлера. С4 забираем. Так. С9 забираем. Я думаю, с С9 тоже можно спокойно побегать. Или же проснородий МП-5, как говорится, чтобы избежать авторского права. Но здесь я уже добью остатки, я полагаю... О, боже ж ты мой. Они, на самом деле, и сами лучше справятся с тем, чтобы попробовать меня зажать. Я полагаю... Здравствуйте. Здравствуйте. Это было плохое решение. Противники, кстати, до сих пор, когда бегают по лестницам, они вообще не смотрят по сторонам и не стреляют. То есть, Omni Movement касается только моего персонажа. И, может быть, моих напарников, да, соответственно? Ты что там стреляешь? Не стоит этого делать. Так. И... Мне бы какие-нибудь патроны... По-любому я тут через несколько ящиков уже пробежал, да. Надеюсь, худшие уже позади. XM-4 забираем. Джиггернаут. Это мы помним из, опять же, этих геймплейных роликов. До свидания. Так, нужна машинка, пацаны. Есть машинка? В геймплейном ролике была машинка, но у нас есть управляемый нож зато. Не высовывайтесь, пока пулемет не перестанет вращаться. Подожди, у меня... Ооо, мы его так не пробьем ведь. Давай вот так сделаем. Угу. Ммм. Еще. Еще. А, все, окей, два ножика и все в порядке. Заметьте, машинку я не нашел. Или ее здесь не дают. Это парни из Пантеона послали за тобой? Чувствуется прогресс, говорит. Так, в лифт, мужики. Вверх через сервисный люк. Сначала вы. Я подсажу. Теперь я? Давай. Спускаться было полегче. Возьми. Почти дома. Осторожно. Адлер. Адлер у нас вроде вообще. Он в порядке. Так, ну что, теперь в главный зал, да, получается? Не, ну, Адлер это единственное, что меня удерживает в плане внимания в этой Call of Duty. Держите Адлера как можно дольше в сюжете. Надеюсь, у вас есть план Б, мужики. Такой же, как план, а? Вверх? Ну, с живописным маршрутом. Через главный зал, короче говоря. Так, у меня еще остались метатели-ножики? Походу, все уже. Это печально. Кто настолько безумен, чтобы провернуть все это? Настоящие добропорядочные граждане. Ну, конечно, говорит. Контакт. Ой, успел. Они, оказывается, машинками тоже умеют пользоваться, при том, у них их не так вшимало, я бы сказал. А вы что не стреляете? Наверное, я должен добраться до чела, который их запускает, да? Да. Это сапер, ребята. Это... О, нет. По-моему... По-моему, он нормально так уже насрал ими. Но пришло время покончить с ним. Слушайте, классный вид противника, мне нравится он. Ну, немного душит, правда. Ну, слушай, это клевый враг, да. Такого я в колде еще не помню, чтобы был чел, который насирал прям полноценно, кроме минометов каких-либо. Так, ладно, поехали дальше. Не расслабляемся, говорит. А, 12 метров, подожди, здесь мы протиснемся потихонечку и нормально на месте. Ну, почти. Убираем преграды. Полиция, кстати, уже на месте, мигалки слышны. Мигалки, сирены, это все за нами, как говорится. Оу. Надеюсь, это свои. Не похоже, черт возьми. Какой кошмар. Не могу пока двигаться, мужик. Надо... Надо время. Выход здесь. Подожди-ка, я бы хотел еще сюда зайти. Заперто. Если там что-то было, значит, я это уже пропустил. Забудьте про главный выход. Каждый головорез округа Колумбия у вас на пути. Попробуйте восточный выход. Может, получится. Встретимся там. Так, хорошо. Ну, пойдемте пока потихоньку прорываться. Ой, блин, кто здесь гражданский, кто ЦРУшник? Не знаю, все в одних и тех же костюмах постоянно ходят. Но сейчас, видимо, разберемся. Так, поехали. Надо двигаться очень медленно. Думаете, они прислали достаточно, ребят? Я бы сказал, что нам... Нам не помешала бы помощь в этом секторе от СЕФ. Но она, видимо, уже улетела далеко-далеко. Ну, короче, как обычно, три человека разносят целый зал. Целый фуршет просто. Так, мужик, я не там был. Ты не в ту сторону смотрел, соответственно. И продвигаемся пока что. Так, Маршал на месте. Этот здесь, этот здесь. Ля, они там в последнем шансе, кстати, валяться любят, заметили, да? То есть надо проверять, добил ли ты чувака. Если ты этого не сделал, то печально. Как оно? А ты как думаешь? Наверное, здесь можно было, кстати, пятерых одним снаряжением убить. Угадайте, почему я об этом знаю? Да-да-да, я вас задолбал, но... Есть такое достижение. Еще несколько направляются к вам, говорит. Мне нужно что-то... Давайте гранаты хотя бы возьмем. Мужики, подождите пока, надо дать остынуть оружие. Угу. Супер просто. Просто супер. Так, патрон для пистолета взяли. По поводу дополнительных противников. Слушай, давай С4 еще возьмем, почему бы и нет. Метательный нож будем использовать в последнюю очередь. Сейчас он мне вообще ведь никак не пригодится. Почти выбрались. И мотоциклы. Это наше спасение соответственно. Сэв, мы готовы к выходу, что делать? Делать нечего, вокруг полно копов. Нам до вас не добраться. Черт! Вы смотрели большой побег? Да, там все пошло не по плану. Если не сможем перестрелять их... Мы от них уедем. Седлайте. Так, поехали. Я с тобой пойду, брат. Ну, короче говоря, вот такой у нас великий побег, собственно. Поехали, мужики. Вот это да. Здесь, конечно, должна была играть музыка, но я знаю, что в последних частях Call of Duty пишут именно лицензионные музло, поэтому нет возможности. Но я бы что-нибудь подставил, конечно, обязательно сюда. И поехали. Ай, замечательно. Вот оно, ребята, спасение Адлера. Пантеон на 9 часов, говорит. Держите их подальше, говорит, от меня. Не могу, мужик. У нас тут все падает. Нахрен. 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 Отлично. Туда их абсолютно. Тут нужен был крик Вильгельма вставить. Это было бы очень канонично, я считаю. Так, мужик. Прыгаем. Заметьте, кстати, что я ни разу не перезарядил этот пистолет. Это реалистично? По-моему, да. А, так это наши, что ли? Адлер, давай руку. Не дал руку. Ладно. Как много тонкостей. Конец нашим карьерам. Как всегда. Это Хэрроу. Это были не мы. Трой? Они напали до того, как мы вошли в дверь и разнесли все. Господи, Трой. Ты говоришь о Капитал Стейшн? Сейчас важен каждый из нас. Что случилось? Мы вытащили Адлера. Ты проник на секретный объект в ЦРУ, чтобы освободить Рассела Адлера? Ты с ума сошел? Что-то назревает, Джейн. Что-то серьезное. Адлер был прав. Агентство скомпрометировано. И ты уверен, что это сделал не сам Адлер? Нет. Но ребята, напавшие на секретный объект, они ему точно не друзья. А что за ребята? Это был Пантеон. Та самая группа, которая появилась из ниоткуда в Кувейте. Они никак не могли узнать о секретном объекте, если только кто-то в ЦРУ не снабжал их данными. Кто-то сверху. Ливингстон? Может. Слушай, Трой, они вешают эту атаку на вас. На всех вас. Вудс и Кейса Адлера, вы в списке розыска Интерпола. Кругом только вас и ищут. Я представляю. Вот и он. Я могу помочь вам. Нет, лучше, если ты будешь защищена от любых последствий. Давай без рыцарства, Трой. Хочешь помочь? Продолжай копать. Присмотрись к Ливингстону. Я посмотрю, что смогу сделать. Спасибо. Джейн? Да. Никому не верь. Абуза? Серьезно? Ты не подходишь для Дельты? Значит, переводчик, вы даже не говорите по-арабски. Я просто трачу время, тебя не спрашивают, это и остаешься. Ты нужна здесь вместе с Феликсом и Вудсом. Ну, ты уже понял, что я не собираюсь просто сидеть сложа руки. Я пошла. Пусть идет. Что дальше? Адлер, ты уверен, что это все, что тебе сказал Алави? Прежде чем ты его убил? Теперь ты в моем мире, Маршал. Придется быстро повзрослеть. Я слушаю. Алави знал, что Пантеон присутствует в Ираке. Это часть обмена технологиями с Саддамом Хусейном. Пантеон получает прикрытие и оборудование. Хусейн получает доступ к экспериментальному оружию. Но Алави не знал, что это за оружие. Нет, только то, что они называют его колыбель. И это в Ираке прямо сейчас? Предположительно. Алави сказал, что оно направлялось в отдаленный дворец. Демонстрация пройдет в бункере под ним. Хусейн коллекционер дворцов мирового класса. Их много даже на одной этой карте. Алави был уверен, что знает, какое именно. Да. Этот. Тогда давайте проверим сами. Утвердим планы и отправимся в путь. Можете идти. Я это заберу. Так. Это мы все сделали. Ну что, давайте к доске пока что подойдем. Посмотрим, что у нас дальше будет. Итак. Это у нас с вами Ирак. Сезон охоты. Кто мог додуматься устроить оружейную выставку в подвале дворца посреди пустыни? Саддам Хусейн. Кто же еще? Мы прогуляемся туда под видом бойцов дельты. И посмотрим, какие новинки актуальны в этом сезоне. Итак, помогите САС в Ираке, чтобы получить доступ во дворец Саддама Хусейна. Ну, я ждал эту миссию. Это правда. О ней было очень много разговоров. Дворец, который мы ищем, находится на западе Ирака, в сирийской пустыне. Но есть одна сложность. Буря в пустыне. Силы коалиции начали операцию против Саддама Хусейна две недели назад. Они уничтожают с воздуха множество стратегических целей. Они еще не разрушили дворец. Но скоро все изменится. Британский спецназ охотится за пусковыми установками след и готовит массированную бомбардировку дворца. Этого нельзя допустить. Мы не знаем, что скрывает Пантеон в бункере под дворцом. Если он будет разрушен, мы потеряем след. Я обратился за помощью к старой коллеге из Ми-6. Она убедила британцев отложить авиаудар. Но не за спасибо. Мы выдадим себя за оперативников Дельта, чтобы Хелен Парк смогла провести нас на передовую. Затем мы поможем британцам убрать пусковые установки с КАД. После этого дворец наш. Хелен Парк, если вы забыли, это персонаж из Call of Duty Black Ops Cold War. Единственный женский, по-моему, персонаж. И, как видите, она возвращается уже в Black Ops 6, что не радует... Не может не радовать, вернее. Подожди. То есть это получается по канону Лазарь умирает? То есть там же был выбор, помните? САС хочет уничтожить эти скады так же сильно, как и вы хотите этот дворец. Мы считаем, что иракцы могут начать запуск в любой момент. Шакал 2.1, разносим пусковые установки. Парк, держи своих ямки на коротком поводке. Просто очаровашка. Там скад. Уже началось. 250 метров. Можем сбить. Активность. Огонь разрешен. Шакал 1.1, заходим на атаку. Ну, давайте, мужики. Это ваши последние вздохи, как говорится. Ху, есть контакт. Хорошо. Так, добиваем еще одного. Отлично. Сзади их еще больше, говорит. Подожди, пока, подожди. Замечательно. Сзади она сказала? Короче, познакомьтесь с Хелен Парк. Это было не самое лучшее приветствие для тех, кто не проходил Cold War. Или не смотрел прохождение. Но да, получается по канону Лазарь мертвый. Потому что в одной из миссий Cold War главный герой должен был решить, спасти Лазаря или Парк. Раз Парк здесь, значит выбор был сделан. Так, Гоблин МК-2. Давай ее попробуем, что ли? Чем больше оружия исследуем, тем будет лучше. Так, ну и соответственно, да, с Адамом Хусейн. Слушайте, да, ждал эту миссию, ждал, ждал, конечно же. Штурм дворца будет очень длинным. Я знаю, это задание примерно такой же по длительности, как было предыдущее. Но, а вы сами понимаете, сколько пока что... Успеем посмотреть. Убирайте их. Угу. Отлично. Этого мы тоже забираем. Забираем. Ну и последний шанс. Шакал 1-1, мы почти на позиции. Мы на вершине хребта. Начинаем. Уничтожьте ракетную установку СКАД. Хорошо. Ну, тут пока можно ничего не переводить, да, потому что они, по сути, говорят, стандартные вот эти свои реплики. Нам тут помогают. И снизу, соответственно, мы просто давим все войска Садама Хусейна, собственно, да, которые тут находятся. Приближается вражеский транспорт, говорит. Но, видимо, это уже не так важно. Если не глянул, значит, не сильно пока интересует. Чей, ставь заряд на взрывчатку. Я прикрою тебя, говорит. Так. Окей, давай сделаем это. Я думаю, тут много будет целей на самом-то деле. Так. И удерживайте 3, чтобы выбрать взрывчатку. Угу. Я понял. Это делается вот таким образом. Так. Отходим. Берем дополнительный заряд и нажимаем 2 раза F. Пусковая установка уничтожена. Отличная работа, ребята. А теперь слушайте. Причард, скиннер. Вы убираете этот мусор и разгружаете транспорт. Мы забазируемся здесь. Твоя команда не такая уж и хреновая, парк. Посмотрим, что еще они умеют. Хм. Нормально, она так поменялась за это время, но ладно. Прошло-то буквально чуть-чуть. Пока что это будет наша оперативная база. Держи. Ты вытянул короткую соломинку и понесешь тактическую карту. Так, пользуйтесь картой, чтобы отслеживать цели, быстро перемещаться в уже известной области и ориентироваться в районе операции. Нам предстоит проверить большую территорию, так что пригодится. Ё-моё. Необходимо нейтрализовать три скада. Будь внимателен, возможно, ты найдешь и другие интересные вещи. Эм. Окей. Так, а можно сразу все цели прям пометить? Давай сразу... Вообще все просто пометим. Гринам. Гледни пообещал помочь вашей команде проникнуть во дворец, если вы уничтожите скады. Помогите ему, и мы узнаем, держит ли он слово. Ты можешь поговорить с ним сам, если хочешь. Он останется здесь на базе, займется логистикой. Как только будешь готов отправиться в путь, мы последуем за тобой. Так, окей. Слушайте, вот эта миссия уже, по мне, в таком полуоткрытом мире, да, я бы сказал. Так, давайте поговорим с Гледни. Что-то нужно? Да, мужик, мне сказали, что с тобой можно поговорить о жизни. Так, вы знаете, где находятся скады? Я послал Шакала-1 за скадами в секторы 7, 8, 9. Остальные все ваши. Мы отправили передовых разведчиков на поиски, и они все еще там. Если вы встретите кого-нибудь, у них может быть доп. информация. Мы хотели... Так, а САС? На данный момент нет. Слишком много ракет класса земля-воздух. На самом деле, я только что получил известие, что несколько ваших друзей из отряда Дельта были сбиты неподалеку. У них есть вертолет, но он не взлетит, пока вы не найдете какой-нибудь способ вывезти из строя ЗРК в этом регионе. Ммм, здесь есть бойцы Дельты? Что с американцев с коммуникацией? Никто, кроме парк, похоже, не знает о вашей маленькой стае. Честно говоря, мне насрать на ваши планы, если мы не выполним всю работу здесь. Когда вернется Шакал-1? Будем надеяться, что они быстро справятся с целями. Не волнуйтесь. Если все пойдет по плану, они вернутся вовремя, чтобы помочь захватить дворец. При условии, что вы выполните часть сделки. Нам стоит знать о противнике что-нибудь еще? У иракцев есть несколько новых лагерей, вероятно, связанных с этими ракетными ударами через границу. Разведка сообщает о нестандартных силах, внедренных в лагеря. Я не знаю, чего от них ожидать. Так, ага. Напомните... Так, как насчет припасов? Там вы предоставлены сами себе. Командование оставило кое-какие припасы в этом районе, но у нас не было возможности их забрать. Если вы найдете их, они ваши. Так, и мы бы хотели атаковать дворец. Сколько интереса к дворцу. Если бы это зависело от меня, мы бы уже разнесли его. Единственная причина, по которой он стоит, это мисс Парк. Действительно интересно. Спасибо, что приняли нашу команду. Просто помогите нам уничтожить скады, и мы поможем вам получить все, что нужно. Всего хорошего. И вам тоже. До свидания. Так, С4. Да, это, кстати, правда. Но я бы сказал, что лучше побеспокоиться о броне. Она здесь более важная будет. Так, пополнить боезапас можно с помощью машины. Также можно сесть в транспорт. Исследуйте пустыню, исследуйте все районы. Ох, я даже не знаю, с чего начать. Тут такая огромная карта. Давайте сначала съездим хоть куда-нибудь. Я не знаю. Ну, вы сами, да, прекрасно понимаете, то, что здесь у нас ограничения по карте все равно присутствуют, так или иначе. Поэтому, куда мы не поехали. Да, найдено место. Овраг. Она как-то помечена? Да, окей. Здесь у нас есть цель неподалеку. Давайте ее проверим. Хотя бы посмотрим, как оно выглядит, да? Но основная задача это именно ЗРК уничтожать, да? Хорошо, с этим мы разберемся. Так, можно, короче, тачку пока что оставить здесь и потом на ней продолжить исследование. Оранжевый дым это припасы. Давайте проверим, как это выглядит. Используйте тактическую карту для быстрого перемещения к тачке или на базу. Так, открыть. Ну, это у нас, короче говоря, просто халявочка, да? Метательный нож, броня, RCXD и припасы. Так, ящики снабжения найдены, один из семи. Слушайте, здорово, здорово. Вот такие миссии это действительно что-то. Это прям нечто. Так, давайте зачекаем еще одну сторону. Ну, как видите, да, у нас потихоньку идет вроде исследования. По-моему, здесь можно все маркеры зацепить, но они упоминали про какие-то секретные. Вот на этот счет я не уверен, но посмотрим. Так, ладненько. Снова оранжевый дым. Это припасы. Это враги, в первую очередь, а не припасы. И можно было, кстати, по стелсу их, в принципе, устранить. Мужики, а вы стрелять начнете или нет? Потому что я как бы могу в соло, но, с другой стороны, да, вы же со мной все-таки. Поэтому делайте что-нибудь. Ну, это прям какой-то Metal Gear Solid V Phantom Pain, я бы уже сказал, дамы и господа. О, хорошо, еще по песку можно покататься прям полноценно. Здорово, мужики. Пока, пока. Так, здесь у нас, собственно, ЗРК. С-4 у меня есть, я еще, кстати, гранатомет взял. Поэтому, да, с гранатометом это дело пойдет еще проще. Отлично. Эти готовы, эти нас увидели. Все успеем, погоди, все успеем. На все посмотрим. Так, подожди. Надо пока что сныкаться. Мужики, тоже атакуйте, потому что вы мне, на самом деле, важны, между прочим. И финальный пуш, скажем так. Алло. Хорошо. Так, и вроде бы все, да? И, соответственно, так, давай сразу С-4. Стоп. Нет! Я не то сделал. Ладно, пофиг. Никто мне не запрещает вот так сделать. Заметьте, кстати, что именно вот эта ЗРК, которую я уничтожил, она была именно побочная. То есть, не по основному квест. Турм дворца Саддама Хусейна у нас планируется немного позже, да? Потому что... Да, это задание займет какое-то время. Кстати, не удивлюсь, если они всего 2-3 задания в подобном ключе сделали, потому что... Так-то сюжет идет неплохо. Это 2 часа из 5 мы уже прошли, прикиньте. А миссий-то 11 штук целых. Мы с вами приехали в новую точку. Там еще, кстати, бойцы Дельты где-то есть. Да, их можно будет спасти потом спокойно. Главное, чтобы тут гражданских не было. Хотя, кто их сюда пустит? Ну, мало ли. Менять будут. То есть, может, бойцов гражданских. Ну, как говорится, прикрываться-то, наверное, пофиг чем, правильно, в таких ситуациях. Просто нужно иметь в виду... Да, что палить надо. А у меня, между прочим, боеприпасы уже почти на нуле. Офигеть, у него хп. Слушай, у меня есть идея, кстати. Ну, чего? Он вытончил целую ракету! Сделаем вид, что мы этого не видели, пожалуй. Ладно. Ладно. Ребята, боеприпасы. Угу. Хорошо. Вот этого добиваем. Конечное, как говорится. До свидания. Самое хреновое, что все тачки-то уничтожаются. Именно после того, как умрет, соответственно, главарь до этого всего. Слушайте, можно с пуликом дальше пойти, да? А чё время зря терять вообще? Ломаем замок. Так, ага. Это первый. И вот второй. Ну, взлом замка, конечно, очень легкий. Интересно, от уровня сложности это потом будет зависеть или нет? Аудиозапись? Первый день октябрьских испытаний. Деньги. Подожди, это они про сверхорудие вот это, да, говорят какое-то? Выжидаем результаты. Интересно, что это за хрень? Эксперимент над братьями. Может, это вирус там какой-то они решили по приколу создать всю, да? А, подожди. Они ушли, что ли? Серьезно? Окей. Так, металка, RCXD. Забираем. Три ящика обнаружено. Далее у нас с вами разговор с кем-то. В этой локации есть союзный разведчик. Несколько врагов справа. Так, это машина. Подожди. Уничтожьте скады. Я помню, помню, помню. Это наша основная задача. Я в очередной раз помню про эту миссию. Как называется? Сезон охоты. Нужно все сделать вовремя. Так, здорово. Сержант Ранс. С тобой можно поговорить? Рад, что здесь Дельта. Позвольте мне показать вам то, что я увижу. Так, получите данные от разведчиков. Ну что, давайте тогда штурмовать. У меня глушака-то нет. Поэтому, ну что, будем полагаться на, как говорится, вось. Ничего, по стелсути еще успеем, ребята, успеем. Так, вижу БТР-ку. Давай сразу троечку. RCXD. Отлично. Ох, а снайперку я бы, кстати, забрал у них потом. С радостью. Ох, ё. Спасибо челу из Дельты за то, что у нас есть вот эта экипировка. Как говорится, в Дельту кого попало не берут. Если помните, откуда это, то значит вы смотрите правильных людей. Так. И еще одна машинка. Здорово. И этого мало. Оу. У меня есть вот эта штука. Превосход. Не удивлюсь, если там будет испытание потом забрать Саддама Хусейна с помощью машинки. Хотя... Подожди. А его разве мы вообще хоть устраним или нет? Мне кажется, что нет. У вас тут действительно хорошая была база, но учитывая, что это основное задание, я нисколько не удивлен, что все именно так. Это уже, кстати, челс подкрепление, чтобы вы понимали. Так, мне нужна троечка. С4. Заранее подготовимся. И... ЗРК. Какая ЗРК? Подожди, она не в той стороне. Я чуть направление не поменял сам из-за себя. Так, мужики, пикайте. Хорошо. Пикайте. Отлично. Дальше ты. Угу. ВХ работает. Ну, это, конечно, читы, я согласен. Может, допустим, на ветеране такого прикола уже не будет. Могу вам сказать, что из всех последних Call of Duty, которые выходили... Слушайте, здесь прям патроны надо действительно хорошо экономить. Здесь прям нужно понимать, сколько пули в кого ты должен выпустить для того, чтобы тебе было комфортно, е-мое. Ага. Забираем. И, между прочим, красный экран уже подкатил. Деньги, кстати, не забываем лутать. Это тоже главное. Потом я, наверное, залпом должен буду их потратить в один момент. Окей, скат увижу. Готово. Ух, два из трех. Ой, один из трех. Замечательно. По поводу целей. Всю нижнюю часть карты мы с вами исследовали. Можно отправляться к верхней. Так, вот тут надо ехать очень осторожно теперь. Наверное, надо обращать внимание на всякие воронки, да? По-любому. И вообще надо смотреть. Впереди еще припасы. Подожди. Здесь, по-любому, куча ловушек. Так, поэтому надо иметь в виду, где идти. Мне только надо забрать, и все. Отлично. Так, забираем. Слушайте, давайте валить нахрен, потому что второй раз я этого не переживу. А у нас там сверху, кстати, есть типок, с которым надо еще покалякать. Вот этот, на 200 метров, который видите? Давайте. Это, наверное, член отряда Дельта. И учитывая, что мы их всех, в принципе, должны найти, видимо, это было бы интересной находкой. Вот бы они, кстати, открывали сами какие-то еще данные. Это было бы здорово. Так, здорово. Вижу, вижу, вижу. Не-не-не, все под контролем, все под контролем. Подкрепление вызвать не успеют. Ну, хотя я без глушителя работал, так что неважно. Так, 5 из 7. Что? Нет, кто-то все-таки успел просочиться. Это что такое? Адлер? Адлеру? Адлеру? Пофиг было, ладно. Ну, и я думаю, теперь самое время посетить кладбище танков, потому что локация, как минимум, звучит интересно. А после этого можно отправляться, наконец-то, к установкам скат. Ну что, друзья, это была вторая часть прохождения Call of Duty Black Ops 6. Потихоньку пока исследуем карту, исследуем игру. Четвертая миссия из 11. И на данный момент мы прошли с вами где-то 40% сюжета уже за две серии. Надеюсь, вам нравится это прохождение. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Внизу слева выскочит плейлист, в котором вы сможете посмотреть действительно полное стопроцентное прохождение этой Call of Duty, включая зомби-режим и мультиплеер. И в этой локации у нас находятся обыкновенные боеприпасы. После их лута мы сможем спокойно, наконец-то, отправиться к штурму оставшихся двух установок скат. С вами был Спектр, спасибо за внимание. Оставайтесь на связи, продолжение уже не за горами. Удачи, услышимся.